То, что в Сочи произойдет, мы уже все знаем. Профессор Леонид Ясницкий анализирует свежие данные. Под руководством пермского ученого разработан проект, позволяющий с высокой долей вероятности предположить, для кого предстоящие Олимпийские игры сложатся успешно. Все данные получены при помощи искусственного интеллекта. Задача интеллекта естественного — только ввести информацию для обсчета. Каждый нейрон моделирует процессы, которые происходят в биологическом нейроне. Те же функции возбуждения, они обмениваются сигналами между собой. То есть это попытка моделировать вообще мозг. Математическим моделированием различных социальных процессов в современном виде ученые основательно занимаются порядка полувека. Получаемые данные успешно применяются в политологии, экономике и других сферах. Сейчас дело дошло и до спорта. Компьютер прогнозирует, американцам достанется первое место в неофициальном командном зачете Сочи-2014. Россияне должны оказаться на четвертой позиции. Есть и более детальная информация. К примеру, фигурист Плющенко займет второе место. Его обойдет Патрик Чан из США. Программа не только предсказывает итоговые места, но и выдает рекомендации спортсменам. К тому же Плющенко необходимо похудеть на 4 килограмма. Тогда его шансы на успешное выступление чуть подрастут. А вот особо интересующий многих олимпийский хоккейный турнир в нашем университете пока не моделировали. Хоккей и футбол пока что, пока что я тут не могу похвастаться. Погрешности большие получаются. Очень много случайных факторов. Хотя есть вот по Амкару, есть, но вот не такие точные. Я просто боюсь вот такие сырые проекты предлагать. С ними поработать их тоже можно довести. На создание искусственного интеллекта ушло около 15 лет. Фаза тестирования завершена, считает Леонид Нахимович. Пора искать тех, кто захочет эту разработку приобрести. Надо вот выходить на них. А у нас некому, у нас одни ботаники работают. Олег Романов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.